Сегодня по всей стране прошла всероссийская историческая акция «Диктант Победы». В Карачаево-Черкесии работали 33 площадки. В 17-й гимназии Черкеска также состоялась данная акция с участием представителей «Единой России», а также работников Министерства образования и науки Республики. Помимо этого, школьники исполнили песни военных лет. В акции «Диктант Победы» принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти героизму наших предков. В 17-й гимназии Черкеска прошла не просто акция, а настоящее военно-патриотическое мероприятие. По всей республике были развернуты 33 площадки, где каждый желающий мог принять участие в данной акции. Перед началом экзамена школьники развернули 25-метровое знамя Победы и поприветствовали всех гостей. В свою очередь представители партии «Единая Россия» отметили значимость проведения исторической акции. Пока каждый из нас будет чтить и помнить наших героев, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, эти трагические события не повторятся. Сохранить эту память, передать ее поколениям, заботиться о ветеранах – это священная обязанность каждого из нас. В прошлом году Карачаева Черкесия заняла третье место во всей стране по количеству правильных ответов. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться, но уверен в том, что диктант Победы станет стимулом для каждого из нас. Трогательное исполнение школьниками всеми полюбившихся песен военных лет особо привлекало внимание гостей. В течение 45 минут участники диктанта Победы должны ответить на различные вопросы касаемо Великой Отечественной войны. Помимо этого школьники принимали участие в военно-исторической викторине. Игра называется «Великая Отечественная война». Мы с ребятами собрались и вот уже играем несколько минут. Чтобы выиграть, нужно правильно ответить на вопросы, задаваемые мной. Когда набирается много наград, ребята получают какие-то призы. Вопросы позволили всем вспомнить важные события из истории Великой Отечественной войны, отмечают участники диктанта. После окончания результаты будут отправлены по электронной почте каждому принявшему участие в акции. Как и любой экзамен, конечно, это какое-то волнение. К счастью, на сайте диктанта Победы.рф были какие-то тестовые вопросы, которые за несколько дней я успел пройти. И те вопросы, на которые сегодня пришлось отвечать, они были примерно в этой же конве. Поэтому мне так удалось быстро ответить. В этом году в диктанте было 25 вопросов. Вопросы были все посвящены Великой Отечественной войне. На все вопросы мы постарались дать ответ. Надеюсь, что правильно. Во всяком случае, мы думали, сосредотачивались. И я надеюсь, наши ответы будут правильными. Результаты будем ждать. Также в 17-й гимназии Черкеска представили экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы. Али Халебшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия.